В эфире выпуск обзора рынка, в котором мы ознакомливаем вас со всеми знаковыми событиями, влияющими на торги. Выпуск подготовлен при поддержке Investing.com в сотрудничестве с Tukascopy TV. Доллар в конце недели упал к корзине других мажоров, поскольку инвесторы пересмотрели ожидания повышения процентной ставки в США. Доллар был ниже к иене уже шестую сессию и подряд в пятницу. Курс доллар-иена находился на отметке 118.93 на закрытии торгов. Доллар упал до минимального уровня к швейцарскому франку. Пара потеряла 0,43%. Курс евро-доллар вырос в пятницу на 0,43%, что привело к недельному росту на 1,89%. Единая валюта укрепилась, несмотря на обеспокоенность тем, что Афины так и не приблизились к соглашению по поводу экономических реформ для получения кредита. Это подстегивает опасения касательно выхода Греции из еврозоны. Азиатские фонды отличились неоднородными показателями в понедельник. Токио был на грани прибыли и потери, а фонды Китая выросли после выходных. Композитный индекс Шанхая вырос на 1,03%, Хэнсэнгд упал на 0,31%. В воскресенье Центробанк Китая объявил сокращение количества депозитов, требуемых для банков, до уровня 18,5% с 19,5%. Сокращение произошло 20 апреля. Этот шаг был предпринят после того, как официальные данные подтвердили, что экономика Китая выросла на 7% в первом квартале ввиду того, что розничные продажи инвестиций, фиксированную прибыль, не оправдали прогнозы. Это значит, что Китаю необходимо действовать для предотвращения дальнейшего замедления экономики. Цены на золото превысили уровень 1,200 в пятницу, поскольку трейдеры продолжили обдумывать время повышения процентной ставки ФРС, что повысило ценность золота. В комекс-дивизии Нью-Йоркской товарной биржи салатые фьючерсы на июнь выросли на 0,43% до отметки 1,203.10 за тройскую унцию на закрытии торгов. Несмотря на рост в пятницу, цены на золото упали на 0,12%, прекратив цепь беспрерывного роста в течение нескольких недель. Серебряные фьючерсы на мае упали до уровня 16-22 доллара. Это падение на 0,34%. Метные фьючерсы выросли на 0,63% до отметки 2,792 доллара за фунт. На Нью-Йоркской фондовой бирже нефтяные фьючерсы на мае упали на 1,71% до уровня 55-74 доллара за баррель на закрытии торгов в пятницу. На день раньше цены на нефть на АМХ достигли отметки 57-42 с 23 декабря. Исследовательская группа Baker Hughes объявила в пятницу, что количество нефтяных вышек в США сократилось на 26 единиц. Теперь их насчитывается 734. Это самый низкий показатель с 2010 года. Количество сокращается уже 19-ю неделю подряд. На фьючерсной бирже в Лондоне Brent на июне упал в цене на 53 цента или 0,83% до отметки 63-45 доллара за баррель на закрытии торгов. В четверг Brent скорректировался до уровня 64-95 доллара. Это самый высокий показатель с 11 декабря. На этом завершается выпуск обзора рынков. Спасибо, что остаетесь Тукаскопия ТВ.